Сегодня с экспертом проекта кухни ЖКХ Павлом Валентиновичем Еропкиным, генеральным директором УКО «Актив Комфорт» поговорим о фондах региональных операторов. С 1 февраля 2015 года действует фонд капитального ремонта. Расскажите, что это такое и как он функционирует? Ну, во-первых, здравствуйте. Здравствуйте. Да, на самом деле, фонд капитального ремонта, это организация, которая, согласно закону, начала действовать с февраля 2015 года. Она нацелена на то, чтобы консолидировать деньги населения, собственных квартирных домов в одном месте, чтобы это отвечал один оператор, чтобы не получалось так, что управляющая компания этим занимается или кто-то мунициплиент занимается. И вот эта вот исключительная ситуация была принята на таком уровне. Ну, это же то же самое, как региональный оператор по твердым коммунальным отходам. Много сейчас уже тенденция такая. Что касается фонда капитального ремонта, это, если простыми словами сказать, это котел. То есть все деньги сливаются со всех домов города Кирова в одно место. Жители платят туда деньги. И им отдельные квитанции оставляются. Управляющая компания к этому отношению не имеет никакого. Она не производит ни начисления, согласно площади, согласно тарифам, которые утверждены, расценки, которые утверждены на скл. метр. Мы не занимаемся самим ремонтом. То есть мы можем в этом участвовать, если у нас есть определенные требования к СРО, выполненные лицензирования и так далее, и так далее. То есть это такая некоммерческая организация, которая создана на базе областном, региональном уровне. В каждом регионе свой фонд капитального ремонта, который выполняет эти задачи. Что из себя это представляет? В свое время были проработаны, собраны материалы с каждого дома. Но в каком состоянии они? С учетом износа, интервьюционных каких-то мероприятий, было понятно, или там создан какой-то общий план ремонта по эти основные, там, шести основным видам, вернее, работы. Это инженерное оборудование, инженерные коммуникации имеются в виду. Это вода, холодная, горячая, канализация, отопление, электрика. Это лифты, состояние лифтов. Это состояние кровель, ремонт кровель и всех там конструктивных элементов, относящихся к кровле. Это ремонт фасадов, ремонт подвальных помещений и ремонт отмосток. То есть, как бы, основные виды работы. Вот там потом еще есть, конечно, разработка проекта смертной документации, строительные экспертизы там и так далее. Но это уже, как бы, понимаете, это вопрос фонда капитального ремонта, что они это должны там тоже, как бы, если сомневаются в чем-то, они должны разработать, посмотреть, сделать. И это был такой план, формировался до этого года, до вступления в силу, до создания этих фондов. Администрации, муниципалитеты это все обобщали, собирали, формировали этот план ремонта и раскидывали его уже по годам. Там фонд принимал это для себя, говорил, что да, я вот приступлю к работам на этом доме, там, 24-го, на этом, 28-го, на этом, 36-го и так до 44-го, 42-го года этого столетия. Понятно, и жители платят именно туда. Фонд капитального работы, до ремонта. Чем он, с одной стороны, хорош? То, что на самом деле, ведь замена даже одного лифта, например, стоит там от миллиона, там, ста и более, в зависимости от грузоподъемности, от модификации, от завода-изготовителя. Если в доме их четыре, мы считаем, там, даже если взять по полтора миллиона рублей, это 6 миллионов рублей, да, получается. Поэтому жители, конечно же, этих денег никогда не накопят быстро, да, то есть, на этом доме, и вот взять так их заменить. Конечно, из общего котла они могут дождаться, если бы они копили эти деньги, 6 миллионов, им бы точно, наверное, было лет, там, 5-15 нужно было бы его покопить. А им могут ее заменить, там, в течение, там, двух-трех лет. После этого фонда, обычно так и делают. В первую очередь меняются такие объекты, как лифты. Вот. Это с одной стороны. И много вопросов, связанных, опять же, с кровлями. Особенно, вот, пятиэтажки, четырехподъездные, отремонтировать кровлю, шиферную, сделать ее нормальную, современную, там, покрыть ее нормальным железом, там, заменить стропильные части, обрешетки, награждение поставить, водостоки, все это организовать. То, конечно, эта кровля будет стоить, там, и 3, и 4 миллиона рублей. Тоже, опять, это большие деньги для этого дома. Он их не накопит и за 20 лет, если он будет их просто собирать. Понятно, конечно, из этого котла, это очень, так сказать, выгодно. Что, вот он есть, все заплатили, но вот в этом году вот этим домам делаем, за наследчик, вот это. Это, чтобы мы, чтобы жители это понимали. Но есть моменты, которые дом уже не терпит. И невозможно ждать 30-го года. Или, там, 28-го даже. Даже 24-го уже невозможно ждать, что вот уже назрела ситуация, что это аварийная ситуация. Это ситуация капитального ремонта. Это не текущий ремонт. Нужно отличать, что такое текущий ремонт. Это замена, там, каких-то участков. Если к капитальному ремонту относятся, если износ оборудования, износ коммуникации больше, там, 80%, больше 50-60%, то все, значит, это капитальный ремонт. Это не текущий ремонт. Это не восстановительные работы. Поэтому, конечно же, ждать 30-го, там, 24-го даже года, даже 22-го порой уже невозможно. Это, конечно, здесь надо жителям принимать решения. Мы занимаемся, мы, управляющая компания, активный комфорт, активно занимаемся этим вопросом. Мы доводим информацию до жителей, что у вас ситуация вот эта очень критичная. Это требует капитального уже ремонта. Восстановить и латать дыры здесь бесполезно. Капитальный ремонт по плану, по графику у вас в 30-м году. Мы до этого не доживем с вами. Поэтому нужно принимать решения на общем собрании о переносе сроков капитального ремонта. То есть идет процедура, которой мы занимаемся вместе с собственными капитальными. Сегодня ходим в методическую документацию, техническую документацию для того, чтобы провести данное собрание. Подготовить пакет документов и сдать их в муниципалитет. Муниципалитет на своей комиссии рассматривает данный пакет документов и вносит изменения в программу капитального ремонта. И переносит сроки. Например, с 30-го года на 22-й, на 21-й год в ближайшее время. Тем самым фонд уже обязан будет производить эти работы в связи с внесенными изменениями. Поэтому ситуация с фондом вот такова. Вопрос о том, качественно или некачественно они работают медленно или быстро, я его обсуждать не буду. Пускай это обсуждает на каком-то другом уровне, наверное, не в другом формате передачи, где нужно где-то что-то покритиковать. Критиковать у нас любят все, тем более в жилищно-коммунальную сферу. Поэтому сегодня я этого делать не хочу, хотя понятно, что замечания есть везде. Тем более особенно в этой части. Это не новый дом построить. К новому дому тут проблем очень много. А когда существует дом в сжатых уже существующих условиях, естественные застройки уже городской, порой тут и не развернешься, и не пошевелишься больно так вот полномасштабно. Поэтому, конечно, есть и недостатки, и есть недочеты, но это как бы другая тема, другой вопрос. В завершении программы рецепта Павла Валентиновича. Ну, рецепт, опять же, знаете, рецепт, он сводится к различным видам в нашей жизни этой экономии. Ну, первое, еще какой рецепт, это вот, например, опять же, когда мы хотим скипятить себе чай, или там скипятить себе какую-то там воду для каких-то целей, мы должны понимать, а сколько нам это нужно. То есть, если вам нужно там скипятить чайник только на три человека, так и налейте на три человека, да, то у вас будет меньше, если вы нальете там пять литров, там три литра, то вы будете кипятить дольше, и у вас электроэнергия больше уйдет. Ну, и опять же, если мы говорим про электроэнергию, говорим про освещение, Конечно же, сейчас современные лампы накаливания, они светодиодные, да, в основном Они уходят, как бы, светодиодные лампы накаливания уходят в небытие Понятно, что они дешевле, но и работают они недолго Там месяц, полтора, два, ну, максимум три, они перегорают И цена у них уже, как бы, становится выравнивается по сравнению с светодиодными Если есть светодиодные лампы, которые можно купить доступно Но она будет служить дольше, комфортнее освещение Освещение можно подобрать уже будет Любое свое, так сказать, или это будет желтоватый оттенок, или это будет белый оттенок Вот, поэтому, как бы, предложение, вот такие советы по рецепту Управляющая компания «Актив Комфорт» приглашает к сотрудничеству и взаимодействию жителей Заинтересованных в улучшении комфортности проживания Адрес улица Роза, Люксембург, 86В, телефон 222-892